Кошки, которые хотят домой. В центре творческих индустрий фабрика можно найти себе питомца. Кошки из московских и подмосковных приютов временно разместились на выставочной площадке. Ветеринары дают консультации, для пстителей проходят викторины. Много ли желающих взять кошку домой, расскажет наш корреспондент Виталий Калашников. Всего минуту на руках и уже чувствует себя как дома, хотя родилась на улице. В приют, где животных кошки попадают в разном возрасте, но живут в одинаковых условиях. Обязательная стерилизация, прививки, регулярные ванны и трехразовое питание. Правда, крички тут дают не всем. А почему ее называют спиноза? Потому что ребенок очень любит сидеть на спине и вонзать свои когти в спину. Очень любит целоваться. Слушайте, ну, порода какая, видите? Порода самая-самая лучшая, дворянская порода. То есть дворняжка? Дворняжка. Выглядит как породистая. Они все красавцы. Их три сестры у нас. Ну, вообще кошек здесь достаточно много. Порядка 60. Да. И... 64 кошек. Почему выбрали именно трех? Пока молоденькие. Спинозу, ее младшую сестру и вот этого белоснежного кота сегодня решили отправить на кошачью выставку. Такая проходит в третий раз. И результаты впечатляющие. В прошлый раз из 80 питомцев удалось пристроить 62. И сейчас за котами и кошками очередь выстроилась. А вот за этим столом люди оформляют документы на своих новых питомцев. Сколько уже кошек пристроено? Девять. Девять кошек на эту минуту пристроено. Но кроме кошек в руки новым хозяевам дают вот такие переноски. Подарок. И еще подарок дают целый пакет с миской для корма, с шампунем и с витаминами. Вот я выбрала свою полную противоположность. Она ловненькая, плюшечка. Такая спокойная и ласковая. Мне кажется, мы будем с ней отлично гармонировать, потому что противоположности, они же должны притягиваться. Животные на выставке в основном беспородные и разного возраста, но все с одинаковыми гарантиями. Все животные, которые сегодня находятся здесь, гарантированно привиты. Они провакцинированы. И все животные, которые мы отдаем в добрые руки своим хозяевам, уходят с паспортами. Мы не отдаем их просто так. Мы заключаем договора, обязательно собираем координаты хозяев и после выставки мы курируем. Как же живет наш подопечный? Потенциальным хозяевам тоже определенные требования. Во-первых, нужно иметь паспорт и заполнить договор. Обязательное условие, что животное, если вдруг оно не подойдет по тем или иным причинам, дома не уживется, вы его нам обязательно возвращаете обратно. Вы можете его взять. Мы идем в обязательном порядке обратно и найдем более лучшие ручки для него. Вот эта вот кошечка, зовут Лилу, уже сегодня нашла своих хозяев. Что, Лилу, счастлива тебе новой жизни! Виталий Николашников, Станислав Слугин, Иван Лавриков. Москва, 24.